Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодняшний наш обзор посвящен компании Blaser, производству Германии, в частности модели R8. Компания Blaser знаменита качеством производимых стволов, которые являются одними из самых лучших по точности и ресурсу. Изделие Blaser R8 может комплектоваться абсолютно различными ложами, от пластиковых неприхотливых до деревянного исполнения с простой ствольной коробкой. Также есть высокая категория орех с гравировкой на ствольной коробке, гравированной стволами, гравированной затвором. Зависит от ваших пожеланий. Рассмотрим Blaser R8 в исполнении Professional Success с двумя сменными стволами. В комплекте с данным изделием идет одна ложа, один корпус под магазин с выпускным крючком, один затвор. Но два ствола разных калибров, каждому соответствующие личинки затвора для обхвата бигзы и нужная вставка в магазин по габариту патрона. Стволы маркируются на казенной части, указывают калибр, серийный номер и маркировка под группу личинок. То есть та личинка, которая подходит данному стволу. Маркировка магазинной части СТ группы Стандарт. Такая же маркировка на самой режимке СТ. Магазины также подписаны. На боковой грани идет перечень калибров, подходящих под данную вставку. Находим нам нужную часть 245. Соберем Blaser R8 со стволом калибр 243 винчестер. Для сборки понадобится ключ, он идет в комплекте. Берем ложе. Два отверстия. Гайки встроены, вы их не потеряете. Берем нужный нам ствол. Винты в вольный ствол. Устанавливаем два отверстия. Одну руку придерживаем. Вторую закручиваем до упора. Таким образом. Последовательность гайки хаотична. Самое главное до самого конца. Затем берем корпус и нужный нам магазин. Устанавливаем в следующем уровне. Штефты напротив лазов. По-другому просто не соберешься. Слегка надавили, он готов. Теперь устанавливаем в нужную личинку затвор. Обращу ваше внимание, затвор должен быть не заведен. В таком положении напряжены внутренние пружины. Личинку будет очень тяжело одеть. Снимаем с развода. Переворачиваем. Поперечный стопор. Отвели. Личинку. Хвостовиком кверху. Заводим на боек. Протолкиваем. Слегка проворачиваем. Уже не выскакивает. Остается совместить только паз под ключ. Для стопора. Утопили стопор. Слегка прижав. Вращаем личинку до тех пор, пока стопор не уйдет под направляющую. В таком положении мы будем работать. Для удобства сначала улучшенный затвор. По направляющему затворной рамы. Салазки затвора. Входят в крылья. Закрываем. Дальше мы установим магазин. До щелчка. Еще одним преимуществом данного изделия является уникальность предохранителя. По сути это не предохранитель, а принудительный взвод. Эксплуатация происходит в следующем случае. На данный момент затвор закрыт. Подавая споншипер вперед до упора. Это размыкатель затвора. Открываем затвор. Досылаем патрон в патронник. Смело его закрываем. Затем снимаем магазин. Снаряжаем патронами. Устанавливаем на место. В таком виде патрон в патроннике. Магазин снаряжен. Зактор закрыт. Но оружие при этом не взводится. Что является ключевым фактором по безопасности. Непосредственно перед стрельбой. Споншипер толкается вперед до упора. Красная точка это огонь. Выстрел. Выстрел. Если стрелять не нужно, в нижнюю часть нажимаем. Снимаем со взвода. На чем хочу застыть ваше внимание. Усилие на спуске идет порядка 650 грамм. То есть очень легкий нежный спуск. Поэтому в таком положении с патрона в патроннике. Никому не передавать. Никуда класть оружие не стоит. Это положение только для стрельбы. Скину их. Если цель ушла, тут же снимаем со взвода. В таком виде можно делать с ним уже что угодно. Досоряжать, пересоряжать, класть, досылать патроны, извлекать в магазин. Внимание. В таком положении только стрельба. Вследствие того, что боевая пружина находится в зеленом состоянии. Лишь в момент стрельбы. Отсюда ресурс данной пружины практически вечный. Одна из самых же стрельбных ошибок. При взводе оружия стрелок-машина нажмет на спуск. Тут внимание. При взводе укладываем палец в безопасной зоне. Также хочу отметить, что данное оружие оснащено функцией блокировки магазина. Если вам не нужно снимать магазин и вы боитесь его потерять. Открываем запор. Внутри клавиша. Ее опускаем вниз. Тем самым блокируем магазин. Снаряжение будет через верх по классической схеме. Как и большинству охотничьих карабинов. В лазере 8 оснащен возможностью посадки оптических прицелов. Ну, оптических, ночных, тепловизационных. То есть в зависимости от задач, поставленных перед оружием. Посадка под кронштейн Глазер Р-8 выбита на стволе. Продемонстрируем это на примере прицела компании Сваровски серии Z8. В зависимости от выбранной оптики подбирает соответствующий кронштейн. Установка оптического прицела на кронштейн в желательной мастерской. С проклейкой всех узлов соединения и регулировкой посадок. После проделанной работы мастера вам останется только установить кронштейн в посадочные места и закрыть рычаги фиксации. За счет внутреннего удобства и эксплуатировки. Оружие поставляется компанией Блазер в заводской упаковке, в частности картонной коробке. Поэтому отдельные кейсы, чехлы, ремни, то есть все по желанию покупаются дополнительно. На этом наш обзор подходит к концу. Я с вами прощаюсь. За более подробной информацией можно обратиться в любые наши филиалы. Подписывайтесь на наш канал в ютубе. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok